Дело в том, какую цену сейчас придется платить обществу за то, что руководство республики, во-первых, держало народ в неведении, а во-вторых, в нарушении действующего законодательства пытается изменить территорию республики. А какую цену? Это стабильность, это стабильность в регионе. Народ республики очень прагматичен. Мы очень любим, мы хотим, чтобы в республике было спокойствие. А в свою очередь органы власти предпринимают все, чтобы этого спокойствия здесь не было. И обманывая народ, и не договаривая ничего, нарушая закон, и вдобавок ко всему, сейчас организовывая преследование всех тех, кто не согласен с тем порядком, который пытается установить руководство республики. Вот тут вопрос, ведь под преследование и вы попали, и уже поговорили с местным центром по борьбе с экстремизмом. А расскажите, как это происходит, и что говорят полицейские? Ну, по сути, полицейские делают, формально выполняют свою работу, но на самом деле они выполняют незаконные приказы руководства республики. Сегодня и глава республики Евкуров, и его ближайшее окружение предпринимают все шаги для того, чтобы процедура отторжения земли от республики Ингушетия произошла максимально без ведома населения. И любой, кто сегодня говорит о том, что это незаконно, кто против этого, подпадает под ермо оппонента власти. И, естественно, в отношении него разворачивается эта травля и со стороны спецслужб, и со стороны подконтрольных СМИ. Тогда в чем смысл вообще этого спора? Что в этих землях такого, именно в тех землях, о которых идет речь при обмене, что у людей возникло ощущение, что что-то происходит неправильно? Ну, во-первых, нас пытаются ввести в заблуждение, объясняя, что это обмен. Дело не в нефти, ни в какой, про которую говорят иногда. Дело в том, что какая-то очень важная культурная точка для народа оказывается предметом спора и дележки. Мы связываем, безусловно, все эти новости, все эти события в одну цепь. И новости о том, что Роснефть получила лицензию на разработку этих месторождений. И новости о том, что туда прокладывается дорога со стороны Чечни. И новости о том, что глава республики назначен на новый срок. Все эти события мы связали воедино и связываем это только по логическим... Ну да, то есть у вас нет никаких прямых доказательств, это только умозаключение сейчас, правильно я понимаю? Безусловно, конечно. А куда могут быть такие доказательства этому всему? Никто же не признается в этом.